Дорогие соотечественники! На дворе весна, а время все-таки тревожное. Сверябствует коронавирус, везде паника, везде проблемы. Человечество начинает наконец осознавать, что наш шарик, наша маленькая планета, на самом деле маленькая. Обязательно, если случается что-то где-то, оно аукнется на другом конце земного шара. Это факт. Но кроме вирусов биологических, есть еще вирусы информационные. И еще неизвестно, какой кровью оплачиваются эти информационные имбазии. И чем это может обернуться в тревожном будущем. Трудно понять что-либо из того, что творится на земном шаре, на свете, не понимая истории, как всемирного процесса. И, как правило, тот, кто забывает о прошлом, тени прошлого появляются в будущем. Как сказал один очень мудрый человек, мы все живем в тенях будущего, который отбрасывает свет прошлого. 75 лет прошло после окончания Второй мировой войны. И мы чувствуем, как в мире растет напряженность. Мы видим, как натовские танки начинаются потихонечку двигаться на восток. А ведь еще мы помним, как лет 300 тому назад натовские ребята говорили, «Да мы, ребят, не шагу на восток, все такое». Как это касается нас? Ну, вот в соседней стране за прутом военные базы. Как вы думаете, эти ракеты, которые должны им противостоять, на кого нацелены? На наш регион. Значит, касается все и нас. Причем здесь история. А потому что не лишним помнить, как начиналась Вторая мировая война. Какой ценой обошлась победа всей коалиции, всего человечества против коричневой чумы, как на Западе, так и на Дальнем Востоке. Для того, чтобы разобраться во всех этих моментах, которые необычайно актуальны. Это не просто День Победы, 75 лет тому назад. Речь идет о будущем наших детей и внуках. О мире на всей Земле. Потому что великий Освальд Шпенглер, великий философ, который написал замечательную книгу «Закат Европы», как-то сказал, «Войны начинаются тогда, когда вымирают поколения, помняющие о предыдущих войнах». Для того, чтобы разобраться поглубже в этом вопросе, в его значимости, важности, его сущности, мы пригласили в гости нашего доброго знакомого, участника многих передач нашей программы «Позиция» Бориса Шаповалова, автора многих книг на исторические события по данной тематике. Борис, может, я сгустил краски? Может, не все так страшно? Да мало чего-то там было где-то 75 лет тому назад. Многие молодые ребята понятия не имеют. И не только на Западе, и на Востоке. Не очень знают, кто воевал, за что воевал. Если в Японии спросить, кто сбросил атомные бомбы на Хиросима и на Гасаки, опрос среди молодежи, они считают, что Советский Союз сбросил. Не разгромил Квантунскую армию? То есть, это все говорит о том, что мы думали, вот век, цифровизация, интернет, красота, все станут просвещенными. Какое-то мракобесие, какое-то, я не знаю, как это назвать. Это страшные вещи. Великий Мозис Маймонит, великий философ, который сказал, все беды человечества от невежества. Виктор Иванович, здесь есть несколько моментов, которые надо учитывать. Первый. Да, действительно идет информационная война. Я абсолютно согласен с вашим вступлением, сведением, которое вы говорили. Вообще, в последнее время люди задаются таким вопросом, а не начнется ли Третья мировая война, не будет ли еще каких-то событий. Тревожные мысли. Да, идет переформатирование мира, однополярная система Соединенных Штатов Америки, вот она показала абсолютно свою бесперспективность, и не может быть... Мир становится многополярным, независимо ни от чего. Мир становится многополярным. Это законная история. И с этим нужно считаться, это нужно понимать. Но не хочется американскому империализму уходить куда-то в сторону. Поэтому я себя отношу к той группе, скажем так, историков-политологов, которые считают, что Третья мировая война уже идет давно. Она идет в виде информационной войны, вот то, что называют сегодня гибридная война. И здесь есть несколько моментов. Первый. Нельзя сегодня военным путем уничтожить противника. Я имею в виду крупные державы. Скажем так, атомное оружие применить, самоубийство. Самоубийство. Китай, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация. Вот три великие державы на сегодняшний момент. И это прекрасно всем понятно. Кстати, и Пакистан. Да, конечно. Но разложить население можно при помощи пропагандистского воздействия на это население. Для этого нужно лишить народ той исторической памяти, опоры. И внимание, я всегда добавляю, вот то, чего многие удивляются. Я говорю, ребята, не только исторической памяти, но и исторической совести. Согласен. И вот здесь для нас, всех бывших постсоветских, скажем так, после распада Советского Союза, это что? Это православие. Это наша нравственная идеология. Это наша культура. Это наши традиции. И по православию наносится мощный удар западных спецслужб информационных. И это второе, это та историческая память о нашем общем историческом прошлом. И в первую очередь, это Великая Отечественная война, когда наши народы Советского Союза, это не русские, а это и русские, украинцы, молдаване, белорусы, грузины, азербайджанцы. Все более 120 наций и народностей, которые участвовали в той страшной войне с фашистской Европой и с нацистской Германией. Кстати, вот ремарку для наших дорогих телезрителей. Почему я говорю фашистская Европа? Потому что у нас принято считать, вот этот Бяка Гитлер сумасшедший, он один, ну и Муссолини приспешник. А они забыли, что военная промышленность Европы, и не только военная промышленность, и сельское хозяйство, и производство различное, и инфраструктура. Все Европы работало на стороне гитлеровцов. Виктор, я тут, да, я согласен. Внимание, а теперь мы зададим вопрос. А что бы было с этой всей вот сейчас ныне извращающей историей брюссельской братья и заокеанской, особенно вот западноевропейцев? Это же были бы гауляйтерства. Да, конечно. Французское гауляйтерство, великобританское гауляйтерство, бельгийское и так далее. Об этом хоть какой-то из идиотов, прости, идиот по-гречески означает тот, кто не ходит на гору на собрание и не слушает речи. Да, и не слушает речи. Ну вот, раз уж к началу беседы мы вернемся, там есть еще один очень важный пункт. Вернемся. Но раз ты затронул вот этот момент, вот смотри, сегодня ты не найдешь в наших учебниках вот этих фальсифицированных историй румын, которые дети изучают, да, это вообще отдельный разговор, может потом коснемся. Так вот, ты ни в европейских учебниках не найдешь, ни в американских, ни в каких, кто начал, во-первых, Вторую мировую войну, реальную, когда она началась. А самое главное, нигде не прочитаешь, что войну в 41-м году Советскому Союзу, то есть нашим дедушкам и бабушкам. Которые погибли на фронтах. Да, объявила не одна нацистская Германия, а девять европейских государств с фашистскими режимами. Это исторический факт. И испанская голубая дивизия, дивизия это условно название, 62 тысячи человек участвовала в блокаде Ленинграда. Вот та правда, это нейтральная страна. 15 стран сформировали добровольческие соединения, которые только в 43-м году насчитывали более 1 миллиона человек на Восточном фронте. Вот та реальная историческая правда, кто с кем воевал. И обрати внимание. Поэтому, когда я сегодня говорю европейский фашизм, я абсолютно не шучу, я не ошибаюсь. Это движение. Потому что фашист, он зародился в Италии 1922 год, а потом фашистские режимы пришли к власти во многих европейских странах. Но в Германии они обрели форму государственного политического устройства в виде нацистской партии. Со свойственным немцам любви к порядку они это довели. И вот теперь, Виктор Иванович, я возвращаюсь к началу нашего разговора. Первое, я сказал, это идеологическая борьба, это попытка сегодня разложить Россию, разложить Беларусь, разложить Казахстан. А фашизм в 30-е годы, это не то же размягчение мозгов, что сейчас происходит один в один? Конечно же. И вот смотри, что получается. Вторая причина. После 1945 года, когда часть Восточной Европы, там были провозглашены народно-демократические режимы, где-то к власти пришли коммунисты, где-то социалисты, местные Польши, я имею в виду ГДР, Чехословакия, та же Румыния, соседняя. Но мы же помним, что они воевали против нас. Но было как-то неудобно говорить о новых своих союзниках в плохом. И по большому счету. Да, и как-то молчали. Помнишь? Мы же с тобой, советских учебников, не читали, что румынии дошли до страны ГДР. Давай сейчас скажем нашим дорогим соотечественникам большую правду. Не только западные историки искажали, но, к сожалению, желая как-то не обидеть кого-то. Сегодня в первую очередь это делают бывшие братья. Внимание! Советские историки и советские учебники также скрывали жестокую правду о войне. И вот сейчас оно выходит боком. Боком, да. И это была не совсем правильная политика со стороны Советского Союза. Как бы не обидеть кого-то, да. Молчали о том, что румыны дошли до Сталинграда. Молчали о том, что они там творили. Молчали о венграх, которые... Зверствовали. 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 Вот Воронежский фронт, если взять. Латыши, которые в Беларуси зверствовали. Да, да, да. Зверствовали. Латыши, литовцы, украинские вот эти все дивизии, Галичина фашистские. Это все же были СС. Это не армейские подразделения в вермахтах, которые воевали на фронте. А это те, кто потом в тылу, на оккупированной территории... Скажем так, геройствовали в тылу, на костях и на крови людей. Ну вот мы перед передачей с тобой обсуждали этот вопрос по Белоруссии, мы говорили. Да, вот белорусские историки подсчитали на сегодняшний момент. Где-то вот таких деревень, как Хатынь, сожженные... А, кстати, во время Советского Союза я знал, что Хатынь спалили немцы. Вот они такие проклятые и жестокие... А оказалось... А оказалось, украинский полицейский батальон. Вот эти СС обсуждали. Да, 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 да. Из Бандеровцев и так далее. Так вот, белорусские историки подсчитали. Вот таких деревень было, по-моему, где-то 230 или 260. Из них 80% были уничтожены ССовскими полицейскими подразделениями. Литовцами, латышами и украинцами. Вот та историческая правда. Но было об этом как-то неудобно говорить. Ну, неудобно было. Свои как бы, да. А списали все только на них немцы. И вот эта вот причина, она остается. Ну, и третий вопрос, вот третья причина, то, о чем мы начали говорить, она касается нашей территории. Ну, у нас здесь много исторических спорных моментов. Они по-разному трактуются. Ну, вот смотри, вот давай я просто перечислю их. И для того, чтобы телезрители понимали, в чем вот проблема. Почему вот унионизм у нас вот укоренился. Почему вот есть люди, которые выступают против молдавской государственности. Все ищут, вот знаешь, вот я как-то задумался. Мало того, находясь на государственных должностях, мечтают разрушить. Это государственность. Это государственность. Брест. Да, и самое вот парадоксальное, вот, что все ищут 30 лет, вот практически, ну, через год мы будем отмечать, ну, 30 лет молдавского, нового, современного, независимого государства. Скажем так, восстановленной молдавской древней государственности. Да, можно и так поставить вопрос. И так и есть, исторически. И все ищут национальную идею. Кто что ни говорит. Вот ты понимаешь, вот для меня, вот простого гражданина республики Молдова, я считаю, национальная идея одна должна быть. Сохранение независимого молдавского государства. И все. И сохранение нашего многонационального народа. Ну, оно всегда было многонациональное, начиная с Драгоша, начиная с Богдана, начиная со Штефана Челнаурия. Дело в том, что, вот, многие из наших, вот, дорогих телезрителей, соотечественников, они часто не понимают, что понимается под словом «нация». «Нация» в современной трактовке – это не национальность, не этническая группа. Вот во Франции… Национальность – это 19 век, а современное понятие – это то, о чем ты говоришь. «Нация» – это государствообразующее понятие. Вот Россия. Что такое россиянин? Это и татарин, это и башкир, это якут, и бурят, и все они, это и чеченецы, и все они россияне. Потому что это нация российская, а русский – этнический, украинский – этнический, белорус, татарин и так далее, мы говорим. Вот это наши люди должны понять, что мы есть многонациональная нация. Что такое нация? Народ этого государства. Народ этого государства. Государство – улей, народ – пчелы. Государственность – его дух. Понимаешь, вот часто в спорах говорят… Разруждухолья и конец государства. Там вот нет румынского языка, нет румынского народа. Вот я когда слушаю этих унионистов и этих «друзей» в кавычках. Что нет молдаван. Из-за пруда, что нет молдаван. Так у меня возникает тогда вопрос, подожди, а Штефан Челмари, он кем был, да? На каком языке он говорил? И если мы сегодня говорим, что мы республика Молдова, то мы продолжаем ту историческую традицию того народа, того языка и культуры, которая была. То, что в Румынии получилось искусственно созданное государственное образование, ну давай называть вещи своими. Это объединили два принципа по политическим мотивам, так и случилось. Да, и то это благодаря России произошло. И не только России, тут многие приложили руки. В пику туркам образовали. Так вот, возвращаемся к этим историческим датам. Итак, 12 мая 1812 года, Бухарестский мир, когда восточная часть молдавского княжества была присоединена к Российской империи. В результате чего? И вот здесь униисты говорят, вот эта проклятая Россия взяла и оторвала кусок от молдавского княжества. Подождите, договор кто подписывал? Российская империя с Турецкой империей. Речь не шла о молдавском княжестве, потому что это была территория Российской империи. Дело в том, что люди не понимают. В те времена субъектом международного права были империи. Империи, правильно. А эти какие-то вассалы, полувассалы, это было так. Так, и я всегда говорю, вот нам, молдаванам, не повезло, в каком плане. Потому что планировалось подписать договор по Дунаю, границам. Тогда бы и Валашское княжество, и Молдавское в полном составе отошло к Российской империи. Это была бы совершенно другая история. И не было бы чего делить. Есть секретное письмо Александра Первого, Кутузову о срочном заключении договора, потому что Наполеон уже на Немане стоял. Через месяц началась знаменитая война. Тоже отечественная. Опять-таки, европейская война. Вся Европа в составе армии Наполеона была вся Европа. Я это называю первой европейской интеграцией против России. Но вот таким вот образом. Вторая была в 41-45-м. И что? И в этом письме, вот, кстати, Василий Стати, наш молдавский филолог, историк, он в прошлом году, по-моему, опубликовал шикарнейшую книгу, сборник документов, касающийся молдавско-российских отношений. И вот я своими глазами это письмо читаю. И там Александр Первый пишет Кутузову. Граница по Дунаю. Если не получится по Сирету, то есть молдавское княжество, входит в состав, в полном составе. И только в крайнем случае, только вы и я знаем это. Вы можете пойти на окончательную уступку, на крайнюю уступку, это по пруту. Ну вот так вот получилось, что подписали тогда по пруту. Наполеон стоял на нервни. Вот это первая дата. Вторая дата, 1917-й, конец 1918-го года, создание сватул Церри 23-го ноября 1917-го года, 2-го декабря 1917-го Молдавская народная республика, потом переименованная в демократическую. Которая один месяц просуществовала. Потом румынская оккупация. Да. Потом 27-го марта 1918-го года. Они говорят, что это типа решение законодательного органа, сватул Церри. Которого никто не избирал. Да. Между прочим, сватул Церри не был избран все народно. Это круглый. Референдума не было. Ничего не было. Это был круглый стол 29-ти общественных объединений. Как создался сватул Церри? 29 общественных организаций. Каптированные. Профсоюзы, конгрессы, военные советы, какие-то национальные партии. Явочные. Диригировали по 2-3 человека, которые собрались и сказали. Знаешь, как это называется? Явочным порядком. Явочным порядком. А что потом происходит? А народ спрашивал. А что потом происходит? А потом происходит голосование сватул Церри 27-го ноября. Здание окружено 1-й кавалерийской румынской дивизией. И в зале находится генерал Браштяну со своими помощниками. И она до нескольких раз стреляли. И 7-го до этого разстреляли. Кого удалили. Да, все понятно. И кричат лавры, вот молодой. И потом я 26-го или 27-го ноября 2018-го года там 36 человек, 36 из 138 сватул Церри собирается. То есть никого румыния, ничего. И говорят об окончательном присоединении к Румынии. 10-го декабря король Румынии распускает сватул Церри. Вот это присоединение. Но с моей точки зрения я согласен. Это оккупация. Самое настоящее. А дальше это цифры. А потом идем. Вот Пах Молотова и Риббентропа сюда приплетают. 23-го августа 1939-го года. Потом 28-го июня 1940-го года. Одни говорят, что это оккупировали, вторые освободили. Потом образование 2-го августа 1940-го года Молдавской республики. Потом 22-го июня 1941-го года. А потом 24-го августа 1944-го года освобождение. Вот они. Это вехи. Вот вехи и спорные даты, которые каждый по-разному так видит. Отсюда каша. Одну секунду. Теперь вернемся к самому главному вопросу. Давай. О пакте Молотова и Риббентропа. Меня всегда поражала одна какая-то или несусветная тупость, или глупость, или очень коварная хитрость. Давай посмотрим. Ребята, если пакт Молотова и Риббентропа такой, сякой и так далее. А между прочим, таких пактов и Мюнскинское было соглашение. Это был 13-й год. Забудем на секунду. Это был 13-й год. Забудем на секунду. Зададимся вопросом. Товарищи румыны, вы Трансильванию неграм, простите за оговорку, товарищам венграм не желаете отдать? Потому что это Сталин вернул. Да, в 45-м году. А, кстати, Трансильвания всегда была венгерской. Пошли дальше. Товарищи украинцы, а не хотите ли вы кое-чего, не, не торопись, не, не торопись, кое-что Польше вернуть, кое-что Венгрии, Чехословакии, вот Словакии граница идет по Карпатской гряде. А не хотите ли вы с Буковиной посмотреть? А, товарищи украинцы, вас не интересуют многие вопросы, связанные с денационализацией и так далее? Я иду дальше и задаю вопросы, двигаюсь по этой линии. Товарищи литовцы, я учился в Белоруссии, да, и неплохо, знаю, защищался в Каунасе. Вы полякам часом не хотите кое-что вернуть, а? А еще есть вопросы многочисленные у нас. То есть, когда вот так вот смотришь, внимание, подожди, Боря, меня это плевать. Посмотри, какая иезуитская подлость, значит, когда нас касается, вот так, вот так, тогда верните, мальчики, все, что вы хапанули после Второй мировой войны, воюя, кстати, против Советского Союза, вот, будьте добры и верните, а товарищи поляки, что с Силезией у нас там, что там с Даньском там и так далее и тому подобное. Есть вопросы. То есть, я о чем говорю, товарищи историки, если вы хотите быть честными, то вспомните римское право, говори всю правду, ничего, кроме правды, и одну только правду, потому что уполовиненная, ухитренная, вот такая устаканенная правда ведет к замутнению молодого поколения, взращиванию взаимных претензий. Вам выпустили в Польше купюрочку со Львовом. Со Львовом? Да. Ну, это интересно. Представляешь, в Польше купюра и на ней Львов. Ну, когда-то он, да, был. Купюра какая-то, бумага ценная какая-то, что-то там такое, и вот там Львов. Как, ребята, демократы, Нибиралы и прочие, правдолюбцы и правдолюбцы. То есть, Борис, я о чем говорю, чем страшна вот эта неправда о войне, о ее предисловиях и обо всем, потому что она ведет к усилению напряженности, национализмов всех толков, напряженности. Какая сейчас беда у Евросоюза? Британия, понятно, вышла. Сейчас поговаривают, а как быть с Польшей? Там возникают большие вопросы. Ну, там много вопросов. Нет, обрати внимание, закон бумеранга. Вранье бьет и потому, кто врет. Конечно, конечно. Вот оно о чем говоришь. Поэтому я хотел тебя, как историка, теперь спросить о главном. О вкладе. Вот я, например, так не настолько фундаментально, как ты. То, что не написано в наших учебах. Да, не все это самое. Но, тем не менее, вот то, что на поверхности. Смотрим. Северная Африка. Театр военных действий. Кроме итальянцев и плорочи. И, кстати, французы воевали на стороне, фактически, Гитлера. Так оно и было. Тоже расстреляли тот линкор, когда французский. Да, 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 да. И вопля сколько, и сопли было. И вещественное правительство, да. Теперь давай посмотрим. 12 дивизий вермахта. Это со знаменитым лисом пустыни. Вот, 12. А в это время на Восточном фронте сами союзники признают, что почти 200 дивизий вермахта. Это можно сопоставить жертвы наших предков, которые воевали против фашизма? Я думаю, что трудно пройти. Но ставится так. Вот операция Оверлорд, это все победа, завершение войны. Ребята, без той крови, без тех миллионов погибших на Востоке. На Востоке, да. Мои оба деда полегли на фронтах Великой Отечественной и так далее. И когда мне какая-то сволочь, прости за выражение жесткое, говорит, что мои деды погибли ни за что, что мы не победили, и мы не победители, а мы побежденные, ей-богу рука, вот я как бедский парень воспитанный. И что деды защищали не свою страну, не своих жен и детей, а диктатора Сталина, да. Ну, вот это вот современная сказка. Вот она правда. Ну, вот давай оцени. Давай теперь о вкладе. О вкладе, о цене. Я не хочу ни в коем случае, внимание, я не хочу ни в коем случае умолить заслуги Запада. Ленд-лис, колоссальная помощь. Конечно. Северная Африка, все-таки отвлекает часть войск. Конечно. Операция Оверлорд, при всех проблемах, это было очень мощное, способствовало то, что Сталин долго просил, это случилось. Ни в коем случае нельзя умолять, это наша общая заслуга всех. Но и умолять, как сейчас вот эта тенденция, это нельзя. Вот что бы ты сказал на это? Вот, понимаешь, вот я оттолкнусь от 22 июня 1941 года, для того, чтобы было понятно. Вот современные некоторые наши историки, унионисты, вот румынская историография, говорят, что они нас, ну, не нас, наших с тобой дедушек и бабушек, которые воевали за советскую власть. То есть, нас. Нас пришли освобождать от этих кровавых большевиков. Ну, и вот, пришли нас освобождать кто? Две румынские армии, одна немецкая армия и венгерский корпус. Это 1941 год. Две румынские армии вместе с немецкой, с венгерским корпусом заблудились, дошли до Сталинграда. Кого они там освобождали? И за какие ценности? От чего, это другой вопрос. В чем крестьяне? Вонегли там в 1944 году. Большинство из них крестьяне. Шестая немецкая. Здесь же опять второй раз была новая восстановленная Гитлером армия мстителей, да, было разгромлено во время Яско-Кишиневской операции. Две румынские те же армии, третья, четвертая, здесь же опять были разгромлены. До полумиллиона человек, немцев и румын, это Яско-Кишиневская операция. Это убитые, это раненые, это пропавшие в бездности, это плененные. Из 900 тысяч группировки их и потери наших двух фронтов, это 12,5 тысяч. Один процент от всего. Вот это военное мастерство. Под конец войны. Под конец войны. Когда набрались опыта. Начало было сложное. А теперь мне не нравится вот это слово цена, оно какое-то циничное. Согласен. Жертвы, наверное, жертвы, наверное, нашей страны. Потому что цена-то как бы меряется. Вот смотри, по подсчетам наших молдавских историков, ну таких серьезных, которые действительно, вот Сережа Назария, Шорников, другие, да. Те, кто работали с документами. 650 тысяч всего населения республики Молдова, которая погибла в годы Второй мировой войны на этой территории. Из них 300 тысяч это евреи, это до 50 тысяч ромов. Цыган. Да, а остальные, вот, ну в общем, из 650, 84 тысячи это боевые потери. Остальное гражданское получается. 570 тысяч гражданского населения. Они что, с оружием в руках были? Они что, воевали? Нет. Это результат расстрелов, это результат концлагерей, целенаправленного уничтожения людей на этой территории. Это результат организованного голода, болезней и всего остального. Вот это те жертвы, которые понес наш молдавский народ. Теперь, когда пытаются пудрить мозги, там, кто кого-то оккупировал или освобождал и все остальное. Ты знаешь, в румынской армии воевало 28 тысяч молдаван, насильно призванных в румынскую армию. Из них во время Яско-Кишиневской операции 14 тысяч с оружием в руках перешло на сторону Красной армии. Их Толбухин разоружил. А сколько в Советской? Сейчас я скажу. Их Толбухин разоружил и отправил домой. Потом они через месяц были призваны и воевали в Красной армии. В румынской осталось 14 тысяч. Все написали рапорты, хотим перевода в Красную армию, потому что это наша страна. И перевели. Нет, не перевели. А что? Вопрос решался на уровне Сталина. Сталину доложили, он наложил резолюцию. Теперь и в румынской армии нужны наши люди. То есть они дальше воевали в румынской армии с нацистской армией. Но заявления запомнили. Да, все остальное. А теперь вопрос. Сколько в Советской армии? 400 тысяч. Конкретно 391 тысяча воевало в Красной армии. Давай я зафиксирую, потому что когда куча цифр, люди забывают. Фиксируем две сильнейшие цифры. Значит 28 тысяч первоначально воевало в составе Королевской армии Румынии. А в Советской 390? Одна. Ну 400 тысяч. Под 400. 400 тысяч. Соотношение? Теперь посмотри. Из этих 400 тысяч 250 тысяч было награждено орденами и медалями. То есть воевали доблестно. Доблестно. Но вот я с одной стороны историк, а с другой стороны у меня второе образование политолог-социолог. А социология это цифры. Их очень сложно переспорить. И вот смотри, 250 тысяч было награждено. Это из 400 тысяч. Это каждый получается второй, даже меньше, был награжден. А в целом по сравнению... Почему меньше? Ты сказал 250 из 390? Да, ну каждый второй. Это батя не каждый второй, это побольше. Я не говорю больше. Процентов 67. Больше, да. А в целом по Советскому Союзу эта цифра, сколько было награждено, сколько воевало, каждый пятый. Вот как воевали молдаване. Так выходит наши соотечественники. Да, вот как воевали наши соотечественники. Много лет считалось, что молдаван, героев Советского Союза, всего два человека. И везде эти цифры там публиковалось и так далее. Столько русских, столько украинцев и все остальное. А когда Союзно-то считали? Вот в прошлом году мы создали специальную группу Союза офицеров Республики Молдова, Национальный кредитационный комитет Победы. Это Шаповала, Гайчук, Рыбаков, группа, большая историка у нас, работала над этой темой. Короче, уроженцев Республики Молдова, мы сегодня достоверно можем сказать, 19 героев Советского Союза и 7 полных кавалеров Ордена Славы. 26 человек, то есть 26 героев, высшими наградами Советской Родины из тех 250 тысяч было награждено. Разложили даже по национальному составу, уточнили многие вещи. 8 молдаван, 11 украинцев, 5 русских и 2 еврея. Вот то, о чем ты говорил, многонациональная Молдова, многонациональный состав нашей страны. Вот даже цифры наших героев говорят о том, что это были... И количество, процент награжденных около 60, где-то так получается, из общей массы, говорят, что воевали доблестно. А теперь вопрос. Понимаешь? И теперь вопрос я обращу к нашим дорогим соотечественникам-телезрителям. Дорогие соотечественники, 390 тысяч наших доблестных предков воевало на фронтах Второй мировой войны. В рядах Красной армии. В рядах именно Красной армии, а не какой другой. Теперь возникает вопрос. Освобожденная Европа обязана хотя бы чтить и ценить эту память? Это пункт первый. Потому что без этого не было сейчас никаких брюселей, шмуселей, ничего бы не было. А были бы гауляйтерства. Второй момент. Скажите, пожалуйста, существовала бы сейчас на земле молдавская многонациональная государственность, многовековая, член организации объединенных наций, ВТО и прочих международных организаций. Не будь подвига вот этих людей. Я закончил свой вопрос. Думайте сами. Продолжаем тему. А тема у нас следующая. В этом году мы будем отмечать 75-летие Великой Отечественной войны. Это очень достойная такая дата, когда мы, наверное, должны говорить правду. Такую, какая она есть. Одну правду, ничего. Одну правду. О том, как это было. Мы должны, наверное, гордиться. Да, мы должны, конечно, и скорбить тех понесенных жертв, о которых мы с тобой сегодня говорили. Но мы должны и помнить, кто это сделал и зачем это сделал. И мы должны помнить о том, что вот то страшное, вот тот фашизм, нацист. И как мы все обязаны этим. Он сегодня может вернуться в другом виде, в другом обличии. И это опасно. Смотри, национализм, нацизм, национализм, это основа всего. Это основа. Мы чувствуем, как это и на Западе, и на Востоке, и везде возникает опять эта новая волна. Новая волна. Хочется переделить, хочется что-то показать. Одни национальности в угоду другим, разделите. И все это переходит в идеологическую борьбу, о которой мы с тобой говорили, в какие-то гибридные ее варианты, когда нашу основу, вот нашу веру, православие, нашу историю, нашу гордость пытаются вот так все снять. Одни народы объявляются тоталитарными почему-то, а другие почему-то святые, демократические. Я недавно посмотрел, кстати, по украинскому телевидению, потому что я стараюсь все смотреть, все, что в доступе, я все смотрю и на английском языке, и на украинском. Ну, там собрались уже книги из-за книги. Нет, 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 подожди, это очень интересно. Для меня украинское телевидение, там очень много хорошего. Я скажу, что народ украинский, народ мудрый. Ну, конечно, народ и власть это разные вещи. Там идиотов в каждом народе бывало, и в нашем, и в любом другом хватает. Вот, там много дельного. Но вот что интересно, украинский, значит, один канал приводит интересные даты. Десять стран, у которых наиболее великая, так называемая, soft power. Это мягкая сила. То есть, наиболее национальности, страны, которые наиболее известны в мире. Вот это десятка. Ну, туда в основном входят, понятно, такие страны, как США, Британия, Франция и так далее, Германия, крупные страны. Входит Китай, конечно, там, Япония и Россия. Вот, и еще там, десятка. Ну, десятка, да. Те, кто определяет мировую политику, я согласен. Но что интересно, черным отмечены только Китай и Россия. То есть, внимание, они в десятке знаменитых и сильнейших во всем мире. Но они не правы. Но они не понимаете, не правы. Они не правы. Вот все правы, а они не правы. Ай, мамоня, ай, молодцы. Но самое главное, что они разгромили нацист, они разгромили фашист. Смотри. И сегодня, смотри, вот эта неблагодарная Европа принимает заявления, которые осуждают и все остальное. Да подожди, кто эти заявления принимает? Те, кто против нас воевал. Молодцы. Ну, да. Ну, это вот та реальность. Так что, Борис, видишь, как получается? Казалось, мы от средневековья, да? Ну. Восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый век и нынешнее время, мы видим, что история – это не то, что было когда-то. История – это то, что происходит. В каждый момент времени это процесс, и то, что было, влияет на то, что будет. Конечно. И то, как мы видим будущее, зависит наше настоящее. И это важный идеологический инструмент. Большое спасибо за, на мой взгляд, очень познавательную и интересную во всех отношениях беседу. Дорогие соотечественники, у нас в гостях был Борис Шаповалов. Ученый, социолог, автор многих книг, некоторые из них мы вам уже презентовали. Человек очень информированный и, главное, очень мудрый, очень хорошо понимающий реалии не только сегодняшнего дня, но и дня прошедшего и улавливающий реалии дня будущего. Что хотелось сказать? Вирусы – вещь страшная. Пандемия вирусов – вещь страшная. Это мы видим сейчас паника, пандемия, коронарный вот этот вирус и прочее. Но не менее страшные, если не более кровожадные вирусы – это вирусы потери исторической памяти и потери исторической совести. Это страшнее болезни Эльцгеймера. Поэтому берегите память своих предков, совесть берегите, потому что лишенное совести молодое поколение не имеет будущего. Ну и закончу словами Юлия Усофучика. Люди, будьте бдительны. Я люблю вас. Ваш Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова